Шведский боксер супертяжелого веса Отто Вален получил нового соперника на бой 26 июля. Вален будет противостоять нигерицу в Нурёде и Вареме. Бой состоится в Атлантик-Сити США. Бывший чемпион Хули Сазар Чавес-младший пройдет боксерский поединок против бойца ММА Юрайя Холла 20 июля в США. В шоу, главным событием которого станет бой между Джейком Полом и Майком Перри. Всем привет! Вы на канале Воин. Без лишних слов погнали! Регулярный чемпион WBA в полусреднем весе Монтас Тонионис подписал новый контракт с компанией PBC и в одном из следующих двух боев он может встретиться с чемпионом WBC в этом весе Марио Бариоса. Бариос недавно стал полноценным чемпионом WBC из-за того, что Тейронс Кроуфорд дебютирует в первом среднем весе в августе и ожидается, что Стонионис вскоре тоже станет единственным чемпионом WBA. Также сообщается, что Бариос по-прежнему ведет переговоры о пройдении защиты титула против Мэни Пакео. Теэфима Лопес предсказал победителя боя Ломаченко Дэвис и отреагировал на решение Усика отказаться от титула IBF. Я верю, что танк будет волноваться, выходя на этот бой. Лома покажет свои навыки, а Дэвис попытается его изматать. Ломаченко необходимо бить по корпусу. Дэвис попытается потрясти его, выбрасывая свой любимый удар левой. Я люблю Лому, он был жестким бойцом, когда я с ним встречался. Но мне кажется, что он уже не тот, что раньше. Но статистика ударов боя танка против Фрэнка Мартина показывала, что он проигрывал все раунды. Он просто ждал одного мощного удара. Если Дэвис будет драться так, то Лома победит, поскольку будет держаться подальше от этого мощного удара. У него есть навыки для этого. Однако если команда Дэвиса хочет этого боя, то потому что верит, что танк должен победить Ломаченко, просто исходя из того, что Лома на спаде. Это отличная возможность для топ-ранг Элла Хеймана найти общий язык. Я считаю, что это откроет потенциал для большего количества боев. Но я думаю, что танк возьмет верх. Они отказались от титула, поскольку им не нужны обязательные претенденты, которых в данный момент никто не знает в этой весовой категории. Это бизнес, как и я говорил ранее. Можно отказаться от титулов этих санкционирующих органов. Мне следовало сделать это с Джорджем Камбососом. После нескольких переносов в бою мне просто стоило отказаться от гребаного пояса. Тогда бы планы всех остальных оказались бы в говне. Дэвин Хейни никогда бы не стал абсолютным чемпионом мира. По крайней мере, не стал бы им так быстро. Дерек Чесора дал прогноз на бой Дюбуа Джошуа. Это отличный бой. Это хороший поединок. Пока в нем шансы не 50 на 50. У Эйджей больше опыта. Больше нокаутов. И мне нравится большое шоу. Джошуа победится ранее с остановкой. Я не хочу думать об этом, потому что Эйджей должен замедлить Дюбуа в первых двух раундах. Если он пройдет 5-6 раундов, то это будет долгий вечер для Джошуа. Я думаю, что он более мощный панчер, чем Джошуа. Я действительно так считаю. Он моложе. Эйджей 34 года. Большинство супертяжеловесов не достигает своего пика до 30 лет. Но этот молодой человек действительно преуспел. И он учился на собственных ошибках. В его карьере было несколько неудач. Но он показал большую стойкость, когда перенес то, что я считаю действительно ужасной критикой от некоторых людей из нашего бизнеса. Тем более, что он получил ужасную травму в бою Джо Джойса. Но Дюбаев вернулся и в последних двух боях однозначно показал, из какого теста он сделан. Ему пришлось сжать зубы и показать большое мужество и решимость. Что пройти двух непобежденных бойцов и остановить их обоих? Турки Аля Шейх и Тайсон Фьюри обратились к Александру Усику. Ты тратишь время на скалу и фильмы. А мы сейчас тренируемся. Мы готовимся к тебе, Усик. Восстанавливайся, брат. Встретимся в декабре для большого нокаута и большого шоу. Поехали. Возвращайся в спортзал. Лично мое мнение. Нет, Фьюри ни в коем случае не победит в реванше. Не то, чтобы я недостаточно от него увидел. Мне кажется, что Фьюри хорош. У него были определенные хорошие моменты. Я просто не думаю, что он может это сделать. Не то, что я не ценю Фьюри. Я считаю, что он хорош. Он поднял себя до этого положения. Я просто не думаю, что он лучше, чем Усик. Кинес, брат. Салям большой от нас. Вместе тренируемся, так что все нормально. Садридин Ахмедов выложил видео с Геннадием Головкиным. Головкин показал ему нюансы работы в ближнем бою. Также Геннадий Головкин шокировал казахстанцев на новом видео, что он трипл-жи набрал вес. Головкин Кориев Субтитры делал DimaTorzok Вы должны быть чемпионом в этом, чтобы быть чемпионом в этом Что вы думаете обо всем этом? Пишите в комментариях, буду рад вашим лайкам И не забывайте подписываться на канал Всем крепкого здоровья и увидимся в следующих выпусках Всем пока! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok